Появление в 15 веке Троицы Рублёва не было следствием постепенного развития. Это был скачок, нечто взрывоподобное. Рублёву удалось исключить время из иконы и тем самым дать почувствовать вечность. Ему удалось сделать так, что созерцающий видит полный троичный догмат. Борис Рушенбах. То, что мы видим на этой иконе, вот этот союз трёх ангелов, вот это бесконечное движение, перетекание от одного к трём, это то, о чём писали преподобные отцы ещё в древности, что только таким способом, передвигаясь умом от одного к трём, и от трёх к одному, и двигаясь по кругу, человеческий ум способен хоть как-то приблизиться к постижению вот этой удивительной, совершенно истины о триединном божестве. Икона Троицы Рублёва, наверное, одна из самых знаменитых икон вообще в мире. И знаменита она совсем не просто так. Это икона, которую можно назвать и памятником древнерусской иконописи, и великим богословским трактатом, потому что, наверное, это одна из самых сложнейших икон в нашей истории. Это вообще в истории человечества совершенно уникальная вещь – икона Андрея Рублёва Троицы. Это, конечно, некое откровение, а троичность для всего мира. За шесть столетий своего существования Троица Рублёва, можно сказать, пережила три рождения. В 15 веке её создал гениальный художник. В начале 20-го раскрыли реставраторы. А когда началась космическая эра, физик-механик, академик Рушенбах, рассказал о революционности этой иконы всем советским людям. Началось рукопожатие! Эта икона очень точно математически рассчитана, при том, что, конечно, это вдохновенное художественное произведение. И вот этим феноменом заинтересовался, я считаю, великий русский учёный, Борис Рушенбах, который занимался космосом. И, конечно, он почувствовал вот этот вот космический масштаб этого образа. Субтитры создал DimaTorzok Перед вами уникальная рукопись из собрания Ризницы Свято-Троицкой Сергеевой Лавры. Она написана была в 90-е годы 16 века. Здесь 651 миниатюра. Одна из самых таких уникальных из них рассказывает о том, как преподобный Никон пригласил Даниила и Андрея расписывать Троицкий собор. Вот эта миниатюра, и под ней такой текст. «Умоление вышел от него чуднее и добродетельнее старцы и живописцы Данил и Андрея, яко украсиша под писанием церковь сию в конец своего богоугодного жития блаженного». Мы узнаем, что где-то около 1425 года, но, по крайней мере, до смерти преподобного Никона Радонежского в 1427 году, было завершено строительство нового каменного Троицкого собора, того, который, собственно, сейчас в лавре стоит. Вот, и для того, чтобы его украсить, умолены больше, так прямо пишет составитель жития, умолены больше Даниил I, старший мастер, видимо, руководитель артели, Рублев II, мастер-помощник, соратник и так далее, и так далее. Почти наверняка одновременно с этим Анастасом была исполнена икона Троицы. Вот как ее поставили в 1425 году, ну, или около этого года, когда освящали собор Троицкий, так она там и стояла. Но никто не мог видеть ее уже в 20 веке. Вот интересно. Дело в том, что по древней технологии иконы покрывали олифой, а олифа темнела. И темнела она буквально через 100-150 лет. И каждый раз икону старались поновлять, как тогда говорили, реставрации в Древней Руси, конечно, не было, поновляли. То есть сверху писали образ, ну, прописывали по тем контурам, которые можно было еще разглядеть под старой олифой. И таким образом икону несколько раз переписывались. И поэтому, скажем, в XIX веке даже самые продвинутые ученые, одни писали, что это там какое-то бойко-новгородское письмо, другие писали, что там тонкие вообще линии, перышко к перышке, буквально как там Лесков описывает своего тупейного художника, да, как он работает. А Равенский вообще считал, что это произведение итальянского мастера, потому что так красиво, конечно, у нас на Руси не писали. То есть почему такие разные суждения? Потому что никто ее не видел. Уже через 150 лет после написания Троицу постепенно начали закрывать драгоценными окладами по традиции царского благочестия. Сегодня они хранятся в музее, в Ризнице Троицы Сергиевой Лавры, буквально в двух шагах от Троицкого собора. Одна часть этого оклада появилась в монастыре в конце XVI века, когда царь, порез Годунов, привез в Троицы Сергиев монастырь новый золотой оклад. До этого на иконе Андрея Рублева находился оклад, тоже золотой, выполненный лучшими мастерами, которые работали в Москве при царском дворе. Этот оклад был вкладом Ивана Грозного. Но по велению Бориса Годунова оклад переложили на специально изготовленную копию иконы Троица. Эта икона, копия конца XVI века, до сих пор находится в иконостасе Троицкого собора. В начале XX века русская интеллигенция открыла для себя богатство и неповторимость древнерусской живописи. За старинными образами поехали экспедиции в глубинку. Ценители стали собирать их в коллекции. В 60-е годы уже стало очевидно, что, по всей видимости, вот это величие вклада древнерусского искусства, мировое искусство, надо искать, ну, с одной стороны, в авангарде, а с другой стороны в древнерусском искусстве. Одним из первооткрывателей национальных сокровищ для современников стал художник-коллекционер Илья Остраухов. В 1904 году он организовал и первое раскрытие Троицы. Тогда реставраторы сняли с ангелов царские ризы, а главное, более поздние наслоения краски, и добрались до подлинной живописи Андрея Рублева. Этим занимался Василий Павлович Курьянов, который раскрыл икону даже больше, чем им было позволено Троицким начальством, и написал потом книжку, которая была опубликована. И тогда впервые стало понятно, что перед нами не какое-то удивительное мелочное письмо, а перед нами работа художника-монументалиста Беликова. Это был очень волнительный момент, когда он снял там загрязнение, снял какие-то кусочек один расчистил, вот, несколько там слоев, и вдруг, как они описывают, вместо дымных тонов, да, вот как-то, потому что писали, что Троицы Аки дымом писано, а здесь вместо дымных тонов вдруг брызнули яркие краски, голубец, золото и так далее, и все прям ахнули, потому что вот, казалось, они открыли Троицу. Это, конечно, произвело сенсацию. Наместник Троицкой лавры испугался, закрыл опять Троицу, потому что начались паломничества, а это совсем ему не хотелось, потому что одно дело паломничества с чудотворным иконам, а другое дело всем хотелось посмотреть, а как там выглядит Рублев. Поэтому ее закрыли и вернулись к ней только после закрытия лавры в 1918 году. Главным в раскрытии 1918 года был Григорий Осипович Чериков, настоящий гений русской реставрации. Все лики Троицы и многие другие детали были раскрыты Григорием Осиповичем. В историческом событии нового появления на свет Троица Рублева принимали участие отец Павел Флоренский, это он произнес знаменитое «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог», и граф Юрий Александрович Алсуфьев. Человек необычайного совершенного мужества, граф, начавший свою жизнь строительство храма Сергия Радынишского на Куликовом поле. Человек, который создавал музей Троицы Сергия В. Лавры, который стоял реально у раскрытия Троицы в 1918 году. Тот, кто первым стал писать о ней, о ее богословии, и в то же время какими-то необычайно лирическими словами, сопоставляя, скажем, одежды правого ангела с колосьями неспелой ржи. Это традиция, которая потом была развита другими искусствоведами. Это уникальный случай. Раскрытие авторской живописи Андрея Рублева стало первым чудом, которое произошло с его Троицей. Она никогда не была чудотворной. Мы не имеем фиксации чудес, которые свершались этой иконой. Но стала прославлена она на весь мир именно тогда, когда она была раскрыта из-под записей вот этой бригады реставраторов в 1918 году. Десять лет, которые икона провела в качестве экспоната Сергийского музея, это очень мало. Она была в ее 600-летней истории. Но, тем не менее, именно в эти 10 лет с этой иконой произошли многие важнейшие события. Она, наконец, была раскрыта. Она была представлена миру как вершина древнерусской живописи. Она была сохранена в те очень непростые годы. После революции в Троицкой лавре, помимо музея, разместили педагогический техникум и склад горючих материалов. Члены комиссии даже писали в правительство Советской России о том, чтобы вывезти с территории лавры эти очень опасные материалы, потому что они, конечно же, угрожали древним памятникам, в том числе и, конечно же, Троице Андрея Рублева. Однажды ночью учащиеся педтехникума запрасывали горячие факелы на крышу Троицкого собора и на трапезную. И, ну, можно сказать, случайно не случилось ничего страшного. И эти памятники не пострадали от пожара. В 1929 году люди, болевшие за судьбу памятника, смогли передать Троицу в руки хранителей Третьяковской галереи. При этом спасавшие икону и явившие ее миру искусствоведы и реставраторы, сами стали жертвами. В 1928 год в Сергиевом посаде было арестовано 80 человек. 80. Тот самый музей, который был организован при Троице Сергиевой лавре, превращается в бытовой и антирелигиозный. В 1931 году начинается волна борьбы с ЦГРМ, то есть вот этими реставрационными мастерскими, в которые была преобразована комиссия по раскрытию древних памятников. И было дело о реставраторах ЦГРМ, о том, что они были вредителями, которые расхищали народные средства, потому что не было никакой антирелигиозной пропаганды, которая должна осуществляться в советском государстве по отношению к памятникам враждебного идеологически церковного искусства. Потому что было сотрудничество с религиозными организациями. Григорий Чириков получил три года исправительных работ, подорвал на севере здоровье и умер вскоре после возвращения. Александр Анисимов, научный лидер комиссии по раскрытию Троицы, был арестован по делу о шпионаже и вредительстве и приговорен к десяти годам лагерей. Он был отправлен на Славки, где читал лекции об истории древнерусской живописи, где успел создать музей Соловецкий и был расстрелян в августе третийного года. Его преемником в тот момент, когда по существу уже начинались разгромы с Агреем, стал Алсуфьев. В 1938 году он тоже был арестован и расстрелян, но, так сказать, все работы, все труды печатные, которые оставили эти люди, и главное, благодаря усилиям их, собственно, этот образ и стал известен во всем мире, и стал почитаться как величайшее произведение древнерусского искусства. В 1929 году Советский Союз, нуждавшийся в средствах на индустриализацию, решил отправить в путешествие по Европе и Америке выставку произведений древнерусского искусства, которая была встречена с грандиозным успехом. Среди экспонатов была и копия Троицы, искусно выполненная Григорием Черековым. Был даже такой термин археологически-реставрационная копия. То есть это была копия, которая со всеми изъянами времени очень точно передавала вот эти древние, раскрытые от записи, шедевры. Ирония судьбы в том, что действительно, через вот эту копию, как писал Грабарь, в трех шагах неотличимую, с самыми лучшими специалистами мирового искусства от подлинников, мир узнал, чьи о величии вот этого искусства, искусства Троицы в письме Андрея Рублёва. Искусство Древней Руси выполняло свою миссию не только за рубежом. В советское время оно было одним из редких, официально приоткрытых окон в духовный мир. Религиозные книги тогда относились к разряду запрещенных и лежали под замком в библиотечных и музейных архивах. То даже для нас, для историков искусства, которые пытались заниматься средневековой традицией, иконописью, требовалось специальное разрешение для получения некоторых книг, которые сейчас кажутся абсолютно безобидными. Но были выставлены в музеях иконы. И эта возможность давала людям размышлять о Боге, созерцая памятники искусства. Была возможность пообщаться с экскурсоводами, которые, как это ни странно звучит, на тот самый момент являлись неким источником знаний. И повествуя об иконографии, об истории икон, так или иначе, в силу своей, условно говоря, служебной необходимости, имели возможность несколько слов сказать и о самом важном, о существенном. То, что было бы воспринято как некое посягательство на советский строй вне стен музея. Если бы у нас была поставлена цель собрать разные рассказы людей о том, что для них является Святая Троица, то для людей старшего поколения наверняка главным был бы аспект приведения к Богу. И самым показательным в этом плане является жизнь, труды и духовное становление великого ученого, академика Бориса Роушенбаха. Академик Роушенбах соратник Королева, один из отцов русской космонавтики, главный конструктор систем управления корабля «Восток». Ему было доверено провести последний напутственный разговор с Гагариным перед Стартом. «Когда я понял, что все прошло хорошо», вспоминал Борис Викторович после запуска, то встал и перекрестился. К великому изумлению всех присутствовавших на командном пункте космодрома. Пока человек занимается только своими делами, там, варит сут или там, колит дрова, ему доверно плевать. Но когда он начинает думать о Вселенной, о далеких звездных, о мирах каких-то, пусть даже на уровне средневеков, неважно на каком уровне, то есть, когда он ходит за пределы повседневности, там может возникнуть вера, и она возникает обязательно в силу того, что он не все может объяснить. Когда Рошенбах разрабатывал систему стыковки космических аппаратов, он столкнулся с инженерной проблемой. Сам момент стыковки пилот может видеть только на мониторе, а там изображение плоское. И оказалось, что еще не было строгой научной системы, которая позволяла бы без искажений передавать объемный предмет на плоскости. И тогда Рошенбах, как он пишет, углубился в дебри искусства, чтобы изучить пространственные построения иконы, феномен обратной перспективы. У этого стола передняя ножка много ниже задней. А почему? Что художник не знал, что у нее они одинаковые, на самом деле. Они не дураки, художники. Они прекрасно знают, как стоят колонны. Они прекрасно знают, что ножки одинаковые. А почему они так пишут? Вот вопрос был. Нет ли здесь серьезных математических основ этого всего дела? Прямая перспектива была практически изобретена заново в период Возрождения, когда они смотрели через камеру обскуру. Вот камера обскуру, она помогает отрезать вот это боковое зрение и сосредоточиться на каком-то одном или нескольких предметах и вот выстроить все так. Но мы-то не отрезаем свое боковое зрение и оно действительно немножечко как бы искажает, а из-за этого и расширяет наше видение. И вот Раушенбах выстраивал как бы модель видения глаза, которую он считал ближе как раз к обратной перспективе. То есть как бы в нашем зрении соединяется и то, и другое. Паралельная перспектива эпохи Средневековья, сейчас не зрение русская, она математически столь же правильная, как и Ренессансная. Даже правильная. Даже правильная. Столь же и математическая, конечно. На самом деле человеку есть близкое пространство в обратной перспективе. Правда, слабый. Она имеет расхождение порядка пяти градусов. Потому что зрительное восприятие это мозг, а не глаза. Глаза это промежуточная стадия. Что такое обратная перспектива? Линии, особенно хорошо видно от престолов, они сходятся там, где стоит зритель. И как бы расходятся в пространство иконы. То есть как бы бесконечности. Потому что прямая перспектива это когда линии сходятся, геометрическая, и где-то на линии горизонта сходятся. Где-то конечен этот мир. А мир божественный бесконечен. Он расходится. Наоборот, чем больше мы входим в эту икону, тем больше нам открывается неслучайно золотой фон этой иконы. Это образ Царства Небесного, образ горнего Иерусалима. То есть Царство Небесное бесконечно, в нем нет ни времени, ни пространства. К этому нужно прибавить, что любой ребенок, который начинает береть впервые в руки карандаш, он изображает не предмет, а идею предмета. Как он воспринимает. Это одно из первых детских тем, понимаете, это домик и мама. Потому что он ощущает домик как свой собственный мир. Этот домик всегда в обратной перспективе. Как он и маму изображает. Но вот это детское восприятие, оно в средние века оно получает богословское обоснование. Два евангельских изречения. Первое изречение. Если не будет как дети не водитель Царства Небесное, а второе изречение не будет младенцами по уму. Вот когда сопрягаешь, получается хорошая икона. Это репродукция 1942 года. 942 года. Мне было, наверное, лет 6-7. Соседи мне дали пачку репродукций. 100 штук. Это издание Третьяковской галереи. Вот хочешь посмотри. Теперь я понимаю, что там просто большинство этих произведений это были шедевры русской живописи. Но должен покаяться я украл оттуда 4 репродукции. Одна из них была картина, как я тогда смотрел. Называется Троица. Я не знаю, что-то такое. Но почему это вызвало какой-то, ну, очевидно, какой-то отклик. Я вообще склоняюсь к тому, что чувства выше мысли. Потому что они непознаваемы, и в этой непознаваемости есть гораздо больше содержания, чем то, что мы можем прагматически обозначить. Эта Троица, она все время со мной. Она у меня 30 лет здесь висит. Я все время на нее смотрю. И она все время открывается, открывается. Троица была создана глубоко и разносторонне образованным человеком. Неудивительно, что первыми его творения смогли по достоинству оценить ученые Павел Флоренский и Борис Раушенбах, изучавшие математику в ГУЛАГе. Мы называли это Иронический Академиум Материнического Завода. Значит, собирались те, кто хотел, интеллигенция в основном, всякая, и читали друг другу лекции. Ну, книг ничего же нет, понимаете, ну, скучно. Я что-то по космосу, тогда еще не было космического полета, но я все рассказал, как будет. Кто-то еще что-то читал. В результате я в лагере выучил математику, и я очень благодарен. В этот лагере я был дураком. Благодаря математическому подходу книга космического конструктора «Пространственные построения в древнерусской живописи» была допущена к изданию небольшим тиражом и тут же стала раритетом. Его работы, его труды, посвященные изучению перспективы, посвященные изучению догмата Святой Троицы и его раскрытию через икону Святая Троица были очень важным источником и не только как ученого, но как и таким личностным источником для его коллег, для его собеседников, для его слушателей, студентов, для тех, кто так или иначе соприкасался с его статьями и с ним самим. У нас такая была обязанность для любого руководителя проводить атеистические беседы. Просто менялась обязательность. И там член партии говорит, значит, давай проводи. И вот он проводил атеистические беседы, очень интересно. Он начинал рассказывать, например, о иконах. Он начал рассказывать то, что потом оформил в виде такой отдельной статьи о Троище, о Троице, что в принципе противоречий никаких нет. У нас в математике есть такая конструкция, когда компоненты, элементы создают некий вектор. Вот это одно и то же на самом деле. Правда, он тут все время говорил, что это неосторожимое единство. Но в Троице математики можно там развивчивать. А там еще по канону православия полагается. это было страшно интересно. Вот эти лекции выходили слушать. Многие не понимают, как это может быть Бог един, а с другой стороны Троица. Три Бога Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Как это? Три все-таки или один? Я просто показал, что логика позволяет иметь три единые объекты. Что один и три одно и то же. это независимо от религии. Это математическая логика. Она разрешает такие вещи. Она разрешает что-то удивляться. У меня самая любимая молитва была такая. Господь, пришли благодать Твою на помощь и прославляя иметь святую. Когда Господь обращается, пришли на помощь, то что-то происходит. Это действительно так. Это что Баффрета говорил. Сегодня Троица Рублева изучает при помощи аппаратов, которые по сложности и точности не уступают космическим. Реставраторы составили своеобразную историю болезни иконы. Самые серьезные повреждения ей нанесли как ни странно художники, которые перед поновлением образа счищали авторскую живопись пемзой. В 20 веке в Троицком соборе памятник пережил целую череду перепадов влажности, которые чуть было не погубили его. В 1929 году зафиксировано увеличение влажности в храме до 90%. В том числе отмечено и наличие иния внутри храма зимой от промержания, поскольку храм был неотапливаемый или плохо отапливаемый. Сильным потеплением конденсат собирался внутри собора и доходило до того, что вода стекала по стенам и собиралась на полу в виде небольших луж. Еще в начале 30-х иконе был поставлен диагноз. Ее основная хроническая болезнь это рассыхание досок, на которых она написана. Три доски, скрепленные Рублевым, постепенно отходят друг от друга. Чем дальше, тем больше. весной 30-го года реставраторы Третьяковской галереи обнаружили приличное расхождение досок. Трещина стала увеличиваться. Это вызвало большое беспокойство. Был создан реставрационный совет музея и было принято такое на самом деле мягкое решение, что трещина основы по английской методике, которая применяется в английских музеях, она заделывалась мастикой, которая не носила скрепляющий характер, а только несла в себе роль такого дезинфицирующего состава, чтобы не было опасности возникновения какого-либо биологического поражения в этой ослабленной влагой древесине. И на этом как бы остановились, потому что все прочие решения, они носят характер такого серьезного внедрения в памятник, год, что в принципе считали невозможным для такого произведения. Это дерево, которому нельзя забывать, которому 600 лет. И свои характеристики как дерево оно давно уже потеряло, потому что икона многочислено много раз проклеена различными адгезивами, маслом, олифой, и потеряла свои уже первоначальные свойства. В одном месте трещина между досками и вовсе сквозная, через нее проникает свет, а тканая основа, на которой написана икона, там оказалась подвешенная между разошедшимися досками. Эта трещина до сих пор подвижна, она вызывает всегда беспокойство. Повреждение красочного слоя тут очевидно. Над верхним веком правого глаза ангела виден участок, который просто подвешен. Трещина разошлась, она разошлась неровно, разрывами и фрагменты, часть фрагментов остаются подвешенными между двумя краями трещин. Соответственно, любое движение может спровоцировать выпадение этих участков. Лучше оставить в состоянии покоя любой памятник из любого материала. И это будет самая лучшая реставрация, которая может быть. Благодаря новым технологиям искусствоведы смогли заглянуть в прошлое и увидеть, как святой Андрей создавал троицу. Они рассмотрели икону в инфракрасном излучении. Оно глубоко проникает сквозь слои живописи, что позволяет увидеть этапы работы мастера. Набросок углем, который увидели исследователи, стал еще одним доказательством того, что троица это не повторение каких-то более ранних произведений, а уникальное творение Рублева. Он не использовал заранее подготовленный на бумаге образец, а выстраивал композицию прямо на загрунтованной доске, по вдохновению. И его икона стала, можно сказать, полетом в космос, по сравнению с более приземленными творениями предшественников. Мы видим особый образ трех ангелов. И до этого писали трех ангелов. Но, как правило, их включали в сюжет гостеприимства Враама. Чаще всего это такая бытовая сцена. Рублев пишет только трех ангелов. Он убирает бытовой слой. Ну, во-первых, к этому времени уже все хорошо знали этот сюжет. Во-вторых, ему надо было сосредоточиться именно на образе явления. Вот, явления трех ангелов. Это удивительное лишение подробностей каких-либо. Да, мы видим только палаты, образ домостроительства, кору, образ восхождения Духа Святого, и мамрейский дуб, образ крестного древа. И больше мы не видим ничего. Это бесконечное движение от одного к трём. Такого абсолютного обобщения и приближения к передаче этого догмата художественными средствами, пожалуй, мы больше нигде не видим. Я смотрел его так крупно. Я абсолютно восхищался твёрдостью руки иконописца. Как она? Это же не поликали сделано. Это рука. И тут трепет руки. Рука мастера дрожала от восхищения. Вот это, вот здесь, это то самое в классической форме. Рука мастера дрожит от восхищения. А почему она дрожит? У него сердце дрожит. У него здесь узел всего. В этом шедевре удивительно сочетаются бесконечное художественное, научное совершенство и глубочайшее богословское содержание. Чтобы создать такую безупречную форму для выражения веры в триединого Бога, нужно было не просто мастерство, но и огромный личный опыт духовной жизни. Существует мнение, которое мне кажется справедливым, что икона Троица святого Андрея Рублева является таким плодом развития богословской мысли XIV века. Это палеологовский период, так называемый, в советской науке, но вместе с тем, это еще и период, когда развивалось исихазское богословие. Основное сведение о преподобном Андреи сохранил Иосиф Володовский. Ну, то есть, это через, конечно, достаточно значительный период времени, лет через 60-70. Все-таки это близкая эпоха, и сам преподобный Иосиф Волод стал некого старца Спиридония, который помнил еще Андрея Иконописка, какой-то престаревый старец, который как раз и рассказывал о нем и о другом святом человеке, подвиженке, сапостке и друге, преподоба Андрея, Данииле Черном. Вместе с Даниилом они созерцали иконы как раз, и через это созерцание икон они воспринимали совершенно как в усихадской практике, так сказать, благодать Духа Святого. Эта практика восходит у нас к преподобному Сергию, совершенно понятно, и вот этому источнику мы вполне доверяем. В 1551 году в Успенском соборе Кремля при участии царя и Боярской Думы открылся поместный собор Русской Церкви, решение которого составили 100 глав. 41 глава предписывала отныне писать иконы Троицы так, как это сделал Андрей Рублев. Созданный им образ был официально признан правильным. Это рукопель третьей четверти XVI века из собрания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры из основного собрания. И здесь как раз находится глава 41. Здесь задается вопрос и дается ответ как иконы писать. И о том же ответ писать живописцам иконы из древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев. То есть вот здесь мы видим как раз очень важное для нас упоминание о том, что изображение Троицы, выполненное Андреем Рублевым, является каноническим. В составе иконописных подлинников, таких наставлений для иконописцев в хозе XVI-XVII века, там есть такое как бы вступление литературное сказание святых иконописцев, где перечисляются все великие иконописцы древности, начиная естественно с евангелиста Луки, как там автора по преданию первой иконы Богоматии. И вот именно там четко и однозначно сформулировано, что Рублев написал по повелению Никона, который заказал эту икону в похвалу отцу своему преподобному Сергию, икону Святой Троицы. В памяти в памяти по хвалу пишется обычная икона самого святого, а здесь была написана икона Троицы, икона, которая должна была являть вот тот образ, ну, на который он, во-первых, молился, и во-вторых, по которому он строил свой монастырь. Это образ единства в любви. Собственно, что и являет Троица. Когда мы смотрим на этот образ, мы как бы входим в это пространство и вступаем в диалог с этими персонажами и оказываемся внутри этого удивительного мира любви и вечности. Это вот то, про что Иоанн Висточник писал, что на 30-й ступени мы видим свет и вот эту любовь мы с ней сталкиваемся. Интересно, ведь икона написана как такое тихое собеседование, безмолвное собеседование. Ангелы все как бы склонились друг к другу и головы повернуты так, что они слушают друг друга, беседуют друг с другом. Такое вот именно собеседование. И о чем же они беседуют? Вот о жертве Христа. И если мы посмотрим, то не только чаша стоит на столе, но и силуэты двух ангелов боковых тоже образуют чашу. Таким образом, как бы средний ангел оказывается в чаше. И вот этот жест, который приятие центрального ангела по отношению к этой чаше, внутри которой его фигура как бы оказывается, внутри вот этой чаши, которая образована силуэтами фигур боковых ангелов. Это удивительная, конечно, находка, которую мы больше не видим нигде. Художественное такое откровение о Господе. и мы как бы слышим вот эти евангельские слова, вот это моление о чаше, но нет, не так, как я хочу, но как ты. Сидят ангелы вокруг стола, но четвертая часть стола, она оставлена свободной. Для кого она оставлена свободной? Явно для кого-то. Это Авраам, к которому пришли эти ангелы. это каждый из нас, кто стоит перед этой иконой. И там есть такая маленькая деталь, о которой тоже бесконечно спорят исследователи. Что она означает? Такой квадратик, который написан, как ни странно, в прямой перспективе. Единственная деталь, которая написана в прямой перспективе. Все остальное написано в обратной. Это то место, куда в жертвенники вкладываются мощи святых. И вот получается, что здесь еще человеческой жертвы нет. Нет еще мучеников. Есть только обетование вот этой жертвы. И в то же время уже как бы исполнение этого обетования. То есть это такой как бы вопрос каждому из нас. Вот Христос приносит себя в жертву. Он приглашает нас на эту трапезу. Что ответит каждый из нас? Мне кажется, это очень убедительно, потому что здесь не просто Бог, который вот где-то сидит на облаках, а здесь Бог приходит к человеку и он открывает замысел Божьей Амери. Он открывает вот этот спасительный, смысл спасительной жертвы. И вот Рублев все это вмещает в одну икону. Мне кажется, что равной этой иконе нет. Позднее было много очень произведений Троицы, но кстати, действительно она остается в центре, как вершина. в литературе, например, но есть война и меры Льва-Толстого, понимаете, это какая-то вершина в литературе такая, которую достичь уже очень трудно. То есть некоторый пик. Так во всем, в любом полевом искусстве здесь какой-то вот этот пик, уже никто не может подняться, сейчас сказано на все времена, до самого конца времена, я думаю, Троица Андрея Рублева будет таким символом христианства. КОНЕЦ КОНЕЦ